Всем привет! Добро пожаловать на наш канал Prepress Practical Essence. Наш канал был создан как для начинающих дизайнеров, так и для опытных гул. Наша цель как можно больше рассказать фишек от подводных камней в мире полиграфии, а также научить вас делать все быстрее и качественнее. В Риме, как известно, деньги, причем ваши. Чем лучше будете делать и быстрее, тем больше будете получать денег, вернее вознаграждение за вашу работу. Итак, я вам покажу, как быстро нарисовать карту, вернее кусочек карты, например, для схемы проезда. Итак, вот у нас есть карта. Первым делом, что нам надо, ее заблокировать в слоях и создать новый слой. На этом новом слое мы будем рисовать, обводить наши дороги. Обратите внимание, у нас три типа дороги, вернее ширины дороги. Желтая, такая, и вот эта чуть-чуть больше. Я предпочитаю даже четыре типа. Вот еще есть дорога. Остальное нам, в принципе, не важно. Итак, заблокировали новый слой и начинаем рисовать наши дороги. Я, с вашего позволения, немножко ускорюсь. Да, и хочу обратить ваше внимание, что, ну, в данном случае, эта дорога довольно-таки широкая. И, как видите, у нее есть заливка. Поэтому я вам рекомендую сразу от него избавиться от этой заливки. Заходим в цвета, заливка, нулевая линия. Пусть будет, я показывал вас один пункт. Дальше рисую все остальные. Теперь точно ускоришься. Продолжение следует... Так, я думаю, вам не составило труда нарисовать дороги. Следующим этапом мы... Да, и старайтесь делать все как можно аккуратнее, чтобы потом не переделать. То есть, все дороги должны быть, ну, друг дружку подогнаны. Ну, хотя бы примерно, чтобы не налажать. Так, что нам надо сделать? Теперь мы делаем из них требуемую нам ширину. Так, так... Шифтом выбираем наши однотипные дороги. Мы же помним, да? У нас три типа. Вернее, четыре, но я это не рисовал. Решил. Решил этого не делать. Если вы хотите, делайте аккуратно. Я показываю вам принцип. Только принцип. Ладно. Берем строк. Если кто не знает, Windows строк. Или Ctrl F10. Допустим, мы делаем их 6 пунктов. Вот, забыл. 6 пунктов. Эти дороги у нас пусть будут 8 пунктов. А эта дорога пусть будет 10 пунктов. Она самая здоровая. А, и вот еще. Кусочек. Понятно, да? Я вам рекомендую их выносить за пределы нашего артборда. Зачем? Затем, чтобы потом мы нарисовали маску. Искрыли лишнее. Так, вот у меня было неаккуратненько. Подправляем все, что мы хотим подправить. Все, что нам не нравится. Да, мы потом можем исправить. Но, я вам скажу, так это будет немножко сложнее, чем изначально нарисовать все красиво. Ну, возможно. Так, обратите внимание. У нас тут кружочек. Что надо сделать? Вот, есть кап. Раунд кап. Все. Так же самое здесь можем раунд кап поставить. Еще там, где захотите. Ну, чуть-чуть. Загнул, загнул. Неправильно загнул. Ну, перфекционизм есть перфекционизм. У каждого он слой зверюка. Так, готово. Так, готово. Нарисовали. Сделали наши линии. Следующим этапом мы делаем дополнительный слой. Этот слой будет нам разукрашивать наши линии. Делаем дополнительный слой. И предыдущий блокируем. Итак, у нас три типа дорог. Выделяем все same подобные объекты с одинаковым шириной линии. Есть. И уменьшаем их на два пункта. Раз, два. И красим обводку в белый цвет. Вот у нас получается наши линии. То же самое поступаем с нашими другим типом дорог. Same. Stroke weight. Белый. И уменьшаем на два пункта. То же самое делаем с желтым. Трисуем желтым. И уменьшаем на два пункта. Чтобы у нас красивее было. Мы этот желтый на передний план. Да, обратите внимание. У нас этот беленький чуть-чуть подглючивает. Это почему? Ну, потому что мы не до конца. То есть как от этого избавиться? Мы можем чуть-чуть вперед. Вот, видите? Чуть-чуть вперед. Продвинули. Вот здесь у нас красиво. Везде у нас красиво. Так. Теперь нам надо написать название. Это, наверное, пожалуй, самое сложное. Поэтому я вам покажу принцип. Это мы все делаем. Заходим опять в слои. Делаем дубликат нашего верхнего слоя. Этот блокируем. Теперь у нас выбираем текст. Текст type on path tool. То есть по нашим линиям. Да, выбираем этот слой. Этот можем пока спрятать. для того, чтобы можно было видеть. Ну, я поняли. Я скрыл те слои, которые мы с вами создавали. Для того, чтобы можно было видеть. Вы хотите, можете сделать дубликат, сверху смотреть. Ну, неважно, в принципе. И набираем наши улицы. Summer ST Смотрим, да. То есть тут у нас, скажем так, некрасиво. Обратите внимание. У вас тоже такая будет. Это линия середины. Можете передвигать. Переводим. Нажимаем на нее два раза. Уменьшаем шрифт до тех размеров, которые надо. Также можем сдвинуть базовую линию. Допустим, ну, два с половиной, полтора, примерно, да. Красота. Можем подвинуть. Ну, тут уже дальше. Как хочем, так и исправляем. Дальше пошли. С-виду. Видите, она чуть-чуть больше. Увеличу шрифт. Пазл. Бэйзлайн. Чуть-чуть. Ну, тут минус два можно. Также горячая клавиша Counter-Alt-Shift. Ой, Alt-Shift. Что он не хочет? О, сдвинулась. Alt-Shift, стрелочка вверх, стрелочка вниз. Также поступаем с этими. Подвигаем так, как нам красиво. Обратите внимание, вот у нас есть LakeVille еще дальше. Я не буду тут выделываться. Я напишу LakeVille и пробелами подвину. Можно табуляцией. Табуляцией LakeVille с ошибкой. Так, с вашего позволения, чтобы ускорить процессы, вы не смотрели, как я это все делаю. В принципе, все всем понятно, да? Я, наверное, ускорю для того, чтобы было побыстрее. Решим. 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 Так, готово. Смотрим. Включаем наши слои. Смотрим. Здесь у нас небольшой глюк. Почему? Ну, не надо. Улица не прописана. Если мы прописывали, то она бы убралась сама. Вот, обратите внимание. Оп, ее нет. Но так как писать нечего, поэтому она пустое. Неважно. Так, смотрим. Не совсем красиво. Не совсем оно в рамках наших этих. Можем. Что можем сделать оптом? All Text Objects. Выделить. Select Same. И немножко уменьшить. И немножко уменьшить. Уменьшить. Например, пять с половиной сделать. Сделать базовую линию, допустим, на два. Ой, много. Минус два. Много. Полтора. Чудесно, по-моему, да? Хотите, можете еще уменьшить. Это уже личное дело каждого. Так. Типа, красиво. Типа, замечательно. Ну, может, надо было линии другие сделать. Например, это заблокируем. Выделим. Сделаем их не на два пункта больше, на один пункт. Опять же, Select Same. Строк. Wait. Опять. О, это кратичнее, по-моему, да? Получается. Select Same. Строк. Wait. Один. О, так красивее. Согласны? Я с вами тоже согласен. Итак, что у нас дальше? В принципе, вы можете еще нарисовать эти дома. Если можете нарисовать какие-то значки. Но это уже дальше по вашему вкусу. Вы можете нарисовать это зеленое поле. И так далее. Принцип тот же самый. Вы следите за слоями. Создаете новый слой. Сверху, да? Под этим. Потом вы просто его уберете. Что рисовать? Давайте нарисуем. Ну, понятное дело, что я сейчас это все поставлю на ускоренный. На ускоренный режим. Если вы не отражаете. И посмотреть будете долго и нудно. Зачем оно вам надо? Так. Это у нас... Ой-ой-ой. Это на нижний... Это что ж такое? Вот. Это мы заблокируем. Это мы уберем. И начинаем рисовать наши дома. Принцип тот же самый. Единственное, что у нас это 7 пунктов. Оно чуть слабее 4 пункта. Почти белое. Ну... Все, и пошли дальше. Я вам показываю сейчас. Ускоренном режиме. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Все зависит от вашего внутреннего перфекционизма. Ну, у меня рука, скажем так, у кого-то устала. Это кошмар какой-то. Я так подозреваю, если бы мне надо было сделать более мощную карту, то я бы, наверное, искал выход другой из этой ситуации. Потому что надо это все викторизировать. Наверное, это специализированные программы. Ну, короче, для карты схемы мучайтесь как можете, как хотите и так далее. Я все. Я стерся, ребята. Так, и последнее. Если вы хотите, чтобы ваш заказчик совсем прикольнулся от вашей схемы, тогда выбираем наш дом, который нарисовали. Select, Same, Fill Color. Есть такая замечательная команда в дизайне, ну, в иллюстраторе. Эффект 3D Extruder and Bevel. И где-то делаем вот, где-то вот, вот так вот. Превью включаем. Можем подработать чуть-чуть. И получается огонь. Адский ад. Окей. Дальше мы рисуем под формат нашей... Да, чуть не забыл, это же у нас... Что это? Это нам не надо. Что это? Ага, линии. Разблокируем, создам маску. На этом все. Дели, разблокируем. Верхняя линия. Ctrl-A. Ctrl-7. Теперь у нас ничего не вылазит. Все. Готово. Карта красивая, замечательная. Можно показывать. Все остальное. Ну, некоторые процессы, видимо, по рисованию домов надо автоматизировать. Как по мне, и так пойдет. Подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте. Пишите письма. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok